Ребята, всем привет! Я снимаю влог, наконец-то, несколько дней я не снимала ничего, и в сторис даже ничего особо не снимала, потому что коза моя! Это просто какой-то кошмар! Вот, я замазала, вроде как-то более-менее получше стало, но я не знаю, в зависимости от того, какое будет освещение на моем лице, я думаю, все будет меняться. На мазюклы стрелки, как всегда, это заняло у меня много времени, но Карина мне предлагает пользоваться пластырями, здесь наклеивать, чтобы было удобнее рисовать, но, конечно, так, наверное, будет проще, быстрее, но мне кажется, что таким образом ты не сможешь научиться сам быстрее рисовать себе стрелки без помощи пластыря. А еще я пыталась сегодня себе наклеить, точнее, не наклеить, а сделать вот эти ресницы на магните, и сложность, с которой я столкнулась, это у меня какого-то фига верхние и нижние ресницы на магните были вместе склеены, и они, видимо, так долго уже были склеены, примагничены друг к другу, и чтобы их разъединить, ну, это у меня очень много времени заняло, и я старалась сделать это аккуратно, где-то даже что-то ресничка у меня отвалилась в итоге. Ну, в общем, какая-то фигня, но в итоге я попробовала одну себе, приложила, приложила магнит, и в целом ресниц стало больше, вот, я не знаю, как это все выглядит без нарощенных ресниц моих, а просто я бы хотела посмотреть, и еще потом прикладывала, просто прикладывала к глазам накладные ресницы, которые не на магните я заказала, а которые приклеивать надо, и, ну, не совсем поняла, Ну, я думаю, что, в принципе, наверное, это будет красиво, когда я буду прибегать к таким моментам, вот, а еще вчера мы со Славой снимали мне волосы. Мы не все волосы сняли нарощенные, тут у меня осталось, получается, две косички, одна у меня лежит уже просто на шее, ее бы по-хорошему тоже снять, но она не запуталась, все нормально, она просто лежит, просто очень сильно отросла, но пока еще можно с ней походить. Помыла голову и решила, в общем, сушить голову так, типа, знаете, как правильно в салонах сушат, тебе поднимают верхний слой, там, нижний сушит, потом чуть-чуть опускают, и так, и так вот по рядочкам. Я начала так делать, и, в общем, столкнулась с тем, что у меня там огромный колтун, у меня волосы с косички вышли немножко, и получилось так, что вот такой вот кружок у меня торчал из косички, из волос, вот так вот. Вот, и его ни туда, ни сюда, и, в общем, я просто такая, думаю, пипец, и плюс колтунов очень много было, и я сидела, сидела, что-то пыталась его достать, в итоге, говорю, Славя, пошли снимать. Сначала я расстроилась, такая, думаю, блин, сейчас все волосы снимать, а потом подумала, какого фига, у меня же три косы, можно снять одну, пока что, вот, и пожить с двумя. Так что, пока я вот так живу, и у меня нормально, знаете, волос стало меньше, я думаю, они сушиться будут меньше, быстрее, в смысле, и мыть их будет легче, потому что чем больше волос, тем дольше ты сушишься, понятное дело. Вот, так что их стало так нормально поменьше. А сегодня, во-первых, Пасха. Вчера у нас со Славой была такая странная ситуация, потому что мы находимся в Москве, а все наши родные находятся в области, в Подмосковье, и обычно этот праздник всегда мы отмечаем с семьей. И, знаете, я как-то даже не заморачивалась никогда по поводу этого праздника, в том плане, что я никогда не делала куличи, никогда не красила яйца сама, то есть, как-то так выходило, что я всегда приходила к родителям на все готовенькое, и в этот раз у нас такой ситуации нет. Вот, и я еще собираюсь заехать к бабушке в гости, но я, честно говоря, она говорит, типа, ой, заходи, посиди, бла-бла-бла, но я, честно говоря, не очень бы хотела прям заходить в гости, чтобы мы с ней обнимались и все такое, потому что я переживаю за бабушку, и кто его знает, дай бог, чтобы я была здорова, но, как показывает практика, ты очень долго можешь сидеть и думать, что ты здоровая, а потом окажется, что у тебя что-то не то. Так что, Христос воскрес, мои хорошие, я уже оделась, я сегодня еще ничего не кушала, очень поздно сегодня встала, пыталась встать раньше, но, как вы могли догадаться, ничего у меня не получилось, и я очень расстроена из-за этого, потому что я не могу так жить, уже просто устала от того, что я так поздно встаю, и больше всего мне сейчас не хочется надевать маску опять, в которой мне будет, я буду дышать, мне будет жарко, урта, и мне кажется, из-за этих масок у меня еще больше там всякие бактерии размножаются, и прыщи еще медленнее проходят, но, кстати, в магазине я давно не была, давно не выходила, и у нас уже заканчиваются продукты. Я не знаю, когда мы поедем на дачу, я планировала поехать во вторник, скорее всего, потому что как раз погода станет лучше, и плюс ко всему я пока не могу уехать из Москвы, из-за того, что у меня есть работа тут, а на даче мне будет это очень тяжело сделать. Смотрите, что у меня на заставке. Я расслаблена и не нервничаю, у меня все хорошо. Это аффирмации так называемые. В Википедии написано, что это краткая фраза, содержащая вербальную форму, которая при многократном повторении закрепляет требуемый образ или установку в посознании человека, способствуя улучшению его психоэмоционального фона. И я думаю, что это работает. Это знаете, когда вы часто о чем-то думаете, ведь мысли же материальны, правда же? И я могла написать что угодно, много денег, там, не знаю, и все что-то, но я написала то, что тревожит меня больше всего в моей жизни, из-за чего у меня чаще всего какие-то проблемы происходят. Я расслаблена и не нервничаю, у меня все хорошо. Самое странное, самое... Короче, я сегодня вам еще это расскажу, а сейчас мне нужно срочно что-то съесть. Интересно, в каком месте в квартире мои прыщи будут очень хорошо видно? Знаете, о чем я думаю? Я такая идеальная. Могла бы быть без прыщей. Так, по поводу кофемашинки. Это просто персик. Я реально так кайфую, мы такие счастливые стали. Единственный плюс маски, что они видно моих прыщей. Каждый раз, выходя в лифт, очень переживаю о том, что здесь будут какие-то люди. Мне не верится, я просто не могу в это поверить, что мы такое застали. Маска жутко неудобная, она мне на глаза давит. В общем, я просто безумно хочу, чтобы все закончилось. Меня это просто вымораживает. Короче, сидела минут 10, наверное, пыталась сделать пропуск через смс-ку. В итоге забила и сделала через приложение. И я просто переживаю, надеюсь, что оно рабочее. Но там есть этот QR-код, поэтому я думаю, что рабочее, наверное. Я приехала уже в магазин. Сейчас пойду туда. О, господи, как меня все это бесит. Все эти ситуации нагнетают. Итак, ну что ж, я закупилась продуктами, но на самом деле то, что мне нужно было, там не было. Вот, но ничего, когда поедем на дачу, заедем еще раз в магазин в любом случае, потому что я так взяла то, что нам сейчас на ближайшие дни еще нужно. Из еды взяла бабушке тоже продуктов, которые она попросила. Так что сейчас пойду к ней. И на улице немножко капает дождик. Пришла к бабушке. С праздником тебя. С праздником, моя дорогая, Христос Воскресе. Воистину Воскресе. Какая-то я рада, что ты ко мне пришла. И я рада. Все, я отмылась хозяйственным мылом. Прошла полную дезинфекцию. Красивый. Технологию нарушила, но он скучно их получил. Хорошо выглядит. Хорошие. Яички. Я все тебе дам. Поедем мы, да. Наверное, во вторник. А, во вторник поедете? Да. Нет, 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 поеду. Говорю, бабушки, поехали с нами на дачу. Не хочет. На дня 4. Че ты? Хотя привыкать там, конечно, с кровати, это вообще. Вот пока я привыкла, уже надо будет уезжать. Да, вот с нами так было. Мы так и привыкали. А потом уже мы не виноваты. Блины с печенкой. Ничего себе, нет. Я, кстати, сегодня тоже собираюсь блинчики делать. Вкусные. Я купила себе миксер. Да не, бабуль, не буду. Бабушка говорит, да не пись со мной за Пасху. За Пасху. Христово воскресенье. Да я-то не против, но я на машине же, бабуль. Ты думаешь, я сейчас пойду проверю? Бабушка. А я в маске, а они не почувствуют. Вот именно. Скажи, да, в маске так. Не будем, не будем. В общем, ребят, я уже дома. Хочу вам рассказать и поделиться с вами одной из своей такой истории. В общем, не пугайтесь, я нанесла маску, потому что кожа у меня просто ужасная. Я уже сняла с мыла макияж. И с мыла я его еще достаточно рано. Скажем так, я могла с ним еще ходить. Планировала там где-то снимать, еще вам рассказывать. Но в итоге приняла такое решение. Вчера, ну я же там в предыдущем блоге рассказывала, жаловалась на свою кожу. И мне кто-то из подписчиков написал в директ, Юль, вот косметолог классный, обратись к ней. Она тебе подскажет по поводу ухода за твоей кожей. И все такое. Расскажет, чем тебе нужно пользоваться для твоей кожи, увидит твою проблему и все такое. Я такая думаю, блин, ну кайф. Я написала этой девушке в директ, косметологу. Говорит, здравствуйте, помогите. Просто спасите мою кожу. Вот, я ей написала. Она мне ответила, типа да, конечно, вообще без проблем. Мы с ней списались. Я ей все рассказала, о чем я с кожей. Рассказала там какой-то этап своей жизни, когда у меня начались сильные проблемы вот здесь вот. И все такое. И, в общем, скинула ей свои фотки без макияжа, со вспышкой своей кожи. Вам показывать пока не готова. Еще вчера я начала смотреть всякие дневники прыщавых людей. Ну вот, но я думаю, что я имею право так называть людей прыщавых с прыщами, потому что я сама прыщавая. Я прыщавый предводитель. Понимаю всех прыщавых. Как тяжело жить с прыщами и как это сильно влияет на самооценку. И понижает ее. Могу сказать, что у меня ужасно испортилась кожа за последние, не знаю, недели две, наверное. Причем такого у меня не было. Я даже не знаю, почему настолько все плохо стало. Возможно, я неправильно чем-то пользуюсь. Какой-то уход у меня ужасный, который все усугубляет. Хотя, знаете, у меня такой уход, который, ну, для бедных. Назовем так этот уход. Для супер бедных. Чисто мыло. Все. У меня очень часто спрашивают по поводу моего ухода за кожей. И мне всегда нечего ответить. И я всегда говорю, да никак я ничего не ухаживаю за ней. Единственное, что я делаю, это маски. У меня есть одна умывалка от косметики, которая пользуется уже лет сто, наверное, вообще. Ну, в смысле, всегда одно и то же. И я даже не знаю, какой тип у меня кожи. Мне кажется, нормальной. Ну, типа, не сухая, не жирная. Потому что была бы она жирная, я бы это понимала. Была бы она сухая, я бы постоянно хотела ее увлажнять. Но такого нет. То есть нормальная, но при этом все равно я часто увлажняю свою кожу. Поскольку, когда она сушится, у меня еще хуже. Начинаются там всякие воспаления и всякая жопа. Сейчас я поставлю таймер себе, чтобы маску снять потом. Так вот, дневники людей с акне, которые борются. Смотрела на ютюбе много разных видосов. И они там показывают, насколько у них ужасные проблемы с кожей. И на самом деле, вот я смотрела, и мне не было противно. Наоборот, я понимала этих людей. И, конечно, в основном то, что я видела, это намного просто очень много раз хуже проблемы с кожей, чем у меня. Но моя проблема, конечно же, для меня она большая проблема. Потому что это я. Я думаю, что вы понимаете, о чем я говорю. В общем, я знаю, что очень много людей прыщавых, которые борются с прыщами. Я очень мало людей знаю, у которых всю жизнь вообще всегда идеальная кожа. Я очень искренне не то чтобы завидую этим людям, но учитывая, что я сама мечтаю об этом, я им не завидую по злому. Наоборот, я просто хочу, чтобы у меня тоже так было. Поэтому это к тому, что никогда никому не завидуете. Потому что я могу, например, подумать о том, что, ой, как везет этому человеку, у него нет прыщей. Но там у него что-то другое, там хуже, чем у меня. И я бы такого себе не хотела, например. То есть это к вопросу о зависти. Никогда не завидуете. Ну и вот, я думаю, что когда, а я обязательно просто уже больше не могу реально жить с этими прыщами, я хочу изменить свою жизнь. И я понимаю, что чтобы быть реально полностью счастливым человеком, мне нужно избавиться от прыщей. Как бы это странно ни звучало, но я действительно живу счастливой, насыщенной, полной жизнью. И единственное, что меня постоянно расстраивает, из-за чего я грущу, это прыщи. И я знаю, что я очень красивая без макияжа. Потому что, по сути, для меня макияж это что? Брови мне красить не надо. У меня хорошие свои брови. Ресницы, ну да, только если ресницы придется там как-то красить, стрелки рисовать. Когда у меня нарощенные отвалятся. Но мне нравятся нарощенные, хотя их сейчас вообще мало. Они у меня просто сейчас склеились водой. Ну, короче, ресницам тоже хана, скоро будет. Вот, а так, ну типа была бы у меня нормальная кожа, я бы вообще не парилась. Я бы, блин, у меня есть видосы, влоги, где я начинаю там видосы без косметики. У меня там есть какие-то прыщики, но они не настолько ужасны, вот то, как у меня сейчас. Я понимаю, что сейчас я не готова вообще без косметики. Я вообще не готова нигде ничего не показывать, не снимать. И, конечно, из-за этого, из-за того, что у меня плохая кожа, мне не хочется как-то много снимать видео. Мне не хочется вообще ничего, потому что все равно их видно. И мне приходится очень много макияжа, в общем, накладывать. Я сейчас смотрю какие-то свои видосы. Приходится очень много тоналки намазывать, пудрой потом забивать. Пудрой я вообще перестала пользоваться. И сейчас мне приходится опять как-то все это делать, чтобы хоть, ну, не видно было. Когда я вылечу свою проблему, я обязательно покажу вам те фотки, которые я сегодня сделала в каком-то видео, где я расскажу, какая я счастливая. Теперь у меня нет прыщей. Я уверена, я знаю точно, что будет у меня такое видео на канале когда-то, но я не знаю когда. И я покажу вам, какие были у меня прыщи. Конечно, это ужасно будет, мерзко. Но что поделать, такая вот жизнь. Хочу, чтобы вы знали, из-за чего я так страдаю. Тут я не накрашена, я вижу, что у меня вот здесь вот какая-то маленькая пипка, вот тут вот, а в целом все остальное ок. Это, получается, было 2 февраля, а сегодня у нас, я не знаю куда. Но это, может, не самое там крайнее видео, где я без прыщей больших, ужасных. В общем, я не знаю почему, вот как начался карантин. Может быть, это из-за того, что я плохо сплю. Тут интересно, какие у меня прыщи. Тут тоже нету жестких прыщей. 20 марта. А сейчас у нас чего? То есть, можно сказать, что, в принципе, у меня просто реально за 2 недели очень сильно испортилась кожа. Я не знаю почему. Так вот, я все написала этой девушке косметологу про свою проблему. И она должна помочь мне подобрать, во-первых, уход для моей кожи. И, возможно, она мне подскажет, что у меня с кожей вообще не так и все такое. Я знаю, что многие мои проблемы с кожей и вообще, в принципе, проблемы со здоровьем, они из-за моего эмоционального состояния. Потому что я очень восприимчива ко всяким негативным штукам и все такое. И если снаружи я спокойна, и я чувствую себя спокойно, и все хорошо, я не нервничаю, то внутри то, чего я не ощущаю, и то, что я никак не чувствую, я могу быть очень, ну, такой, знаете, неспокойной, нервной, может, расстроенной. И меня больше всего бесит то, что я не чувствую вот свои вот эти вот внутренние какие-то эмоции. Я их не чувствую, я не знаю. Потому что мне кажется, что я спокойна. Но, с другой стороны, как ты можешь быть спокойным и не нервничать, когда у тебя такие проблемы с кожей? Мне очень многие девочки в директ написали, скинули свои фотки, своей кожи и все такое. Я тоже скинула, чтобы поддержать их и все такое, в общем. Вчера, кстати, было даже лучше, сегодня у меня еще хуже кожа выглядит, потому что вчера я нанесла всякие какие-то крема, которые сушат именно на те места, где у меня болячки. И сегодня у меня была очень сухая кожа, вот сейчас я смывала макияж, я понимаю, что я даже оттяну рот, как-то двигаю, и я понимаю, что у меня кожа просто скукоживается, типа, жесть. Зато я пью кофе. Ну, что, прорвемся. Вчера, каждый день я себе говорю, успокойся, все нормально, все будет круто, вообще, не парься, все будет чики-пуки. Мы прорвемся, но все будет классно. Делаю аффирмации, проговариваю. Я вам сегодня уже в начале видоса сказала, что это такое, и не знаю, поможет ли мне это. Я вообще об этом сама не знала, мне об этом рассказал очень такой близкий человек, про эти аффирмации как раз-таки. И у меня раньше очень сильно потели ладошки. Аффирмации вот эти помогли мне избавиться от того, что у меня потеют ладошки. А потели у меня ладошки из-за каких-то там, типа, претензий или обиды кому-то из-за, там, в семье. Ну, типа, я не буду рассказывать вам, да, все подробности. И это были такие же вот внутренние эмоции, которых я не чувствую. Ну, типа, приведу какой-то легкий пример. Например, типа, я, там, обиделась когда-то на Славу за что-то, и потом забыла, типа, эту обиду, и все нормально. И я, там, не чувствую никакой к нему претензий, никакой обиды, никакой злости, ничего не чувствую. Ну, типа, все хорошо, типа, все кайф, я ничего такого не чувствую. Но внутри это, типа, остается, и из-за этого что-то происходит, и у меня могут быть какие-то проблемы. Например, те же ладошки потеют, еще что-то. Ну, то есть, так я уж вам точно все идеально не расскажу, но это одна из каких-то, там, можно сказать, таких методик, потому что это как ты отправляешь в космос и внушаешь себе ту мысль. Еще у нас на теле, на лице есть много разных точек каких-то, нервные какие-то, не знаю. В общем, суть в том, что есть разные точки. Есть уголков глаз, вот так вот можно делать. Вот здесь вот есть точка, тут где-то есть болезненная точка, ее даже можно нащупать. Тут где-то на теле тоже у нас есть солнечное сплетение, тут какая-то точка, где еще точки. Короче, много разных точек есть, я в этом не спец, мне это все рассказывает и помогает как раз мой близкий человечек. Это выглядит примерно так, что я сижу и говорю, типа, я отпускаю обиду, злость, там, претензию к славе, допустим. И так вот я повторяю несколько раз. И вот какие-то такие аффирмации, так называемые, они действительно, я не знаю, может это самовнушение, может быть это действительно работает. Я просто в этом не разбираюсь, я не спец в этом, но знаю, что это реально работает. Опять же таки, повторяюсь, я не знаю, это помогло мне избавиться от того, что у меня очень сильно потели ладошки. У меня действительно были очень потные раньше ладошки. Сейчас они у меня нормальные, ну то есть они не сухие и не мокрые. То есть бывает такое, что, ну если жарко, то конечно да. У меня типа гормоны скачут, а гормоны у меня скачут или что-то с ними, я не знаю, из-за того, что я очень нервная, психованная, истеричка. Да нет, просто как раз таки из-за того, что я могу где-то переживать, что-то в себе держать. А я же постоянно, вот даже знаете, я уснуть не могу нормально, потому что перед сном я прогоняюсь через себя весь свой прожитый день. Все вообще моменты в моей жизни, которые были со мной там в этот день, или типа вчера, и думаю о завтра. То есть у меня в голове такой на самом деле процесс происходит, что иногда мне хочется просто, чтобы, я не знаю, меня выключили, и просто мой мозг отдохнул. Я не знаю почему, но я очень восприимчива ко всему, что происходит, и очень странная, потому что, учитывая мое состояние внутреннее, я только вот сейчас с возрастом понимаю, что, наверное, есть такие люди, которым на все пофиг, вообще плевать, они расслабленные по жизни, спокойные, они просто так сидят, им на все пофиг, они равнодушные. А есть такие люди, как я, просто я смотрю что-то, и, не знаю, смотрю какой-то грустный фильм, какую-то грустную передачу, еще что-то. Я смотрю, и вроде, ну да, грустно, ну, кошмар, конечно. И я сама не подозреваю того, что внутри у меня начинаются какие-то процессы. Процессы типа, знаете, внутри я начинаю нервничать, переживать, и я вот снаружи этого не ощущаю, но внутри у меня начинается какая-то дичь, и может, я не знаю, внутри меня сидит человечек, который сидит и плачет, а я снаружи такая, да нормально, ну, кофе попью. И я не знаю, как с этим бороться, может, мне попить какие-то успокоительные, хотя я нормально себя чувствую, вот что меня бесит. Не знаю, получится ли у меня завтра тоже снимать влог, я, в принципе, ничем не занимаюсь, но я хочу закончить, доубираться уже дома. Сейчас, наверное, пойду что-то приготовлю, какой-нибудь ужин. Покушаем куличик с яичками, ужин, еще и то-то. Надеюсь, что я вас не загрузила, надеюсь, вам было интересно поболтать со мной, послушать, что я говорю. Если вы тоже знаете про аффирмации и все такое, вообще расскажите в комментариях тоже, делаете ли вы что-то такое, помогает вам или нет. Есть ли у вас такой опыт пробования такие штуки делать. Вот, мне будет очень интересно почитать, потому что, вы знаете, я люблю все эти темы. Если вам понравилось и было интересно, поставьте, пожалуйста, лайк этому видео, подписывайтесь на мой инстаграм, на мой канал. Будьте счастливы, здоровы, еще раз всех с праздником, всем пока!